Сегодняшний день Евгений Николин начинает с крепких объятий. Поздравит пенсионера с юбилеем пришли его коллеги и просто близкие друзья из Совета ветеранов ОМК. Трудно переоценить ваш вклад в развитие Оскольского электрометаллургического комбината, в его строительство и в его создание. Это на самом деле, мы все ветераны считаем, что это детище наше, а ваше вдвойне детище. Перебирая старые фотографии, юбиляр вспоминает былые времена. Военное, полуголодное детство. Учеба в институте, приезд на Оскольскую землю. Евгений Константинович больше полувека в черной металлургии. После Харьковского политехнического института в 1957 году молодым специалистом попал на Новотульский металлургический завод. Начинал с помощника мастера, вырос до начальника проектно-конструкторского бюро. А в 1975 по приглашению директора ОМК Владимира Башкова перебрался в Стараскул. Коллектив главного механика он формировал со мною и под моим руководством. И развивался под моим руководством. Коллектив был отличный. Самыми интересными вехами в своей трудовой биографии на Оскольском электрометаллургическом комбинате Евгений Николин называет участие в строительстве стана 350 и проработке проекта цеха отделки проката. В 2012 году, завершив все важные дела, наш герой ушел на заслуженный отдых. Мне, как говорится, не стыдно за прожитые годы. То, что я, как говорится, достиг в жизни, у меня не было ни поплавка, который бы держал на воде, не было лохматой руки, которая бы хлопотала где-то. Это все собственным трудом. Свой 85-й день рождения Евгений Константинович встречает с улыбкой. Приятно, что родной комбинат его не забывает, а коллеги все так же уважают и ценят.